День Города Муниципального транспорта, судьба долгостроев и соснового бора. Эти и другие вопросы рассмотрели в ходе пресс-конференции Николая Любимова. Центр развития туризма, для чего создан и как будет работать, обсудили на деловом брифинге. Раз, два, три, елочка гори. В Рязани стартовали театрализованные новогодние представления. Главным региональным политическим событием этого дня стала пресс-конференция губернатора Рязанской области. На протяжении полутора часов Николай Любимов отвечал на вопросы журналистов. Корреспондент телекомпании «Город» Алена Куколева о некоторых важных заявлениях главы региона. Из решенных, конечно же, вопрос об обманутых дольщиках. Это задача номер один, отметил Николай Любимов. То есть 6 домов введено уже в этом году. В следующем году должно быть 12 введено. И в 19-м мы должны все 28 уже окончательно домов ввести. И это действительно проблема, которая очень нелегко решается. Из успехов на втором месте. Это привлечение средств из федерального бюджета. Они пойдут на строительство БСМП, детского сада в Кольном и школы искусств. На третьем – повышение инвестиционной привлекательности области. Мы все-таки стали более привлекательными в этом году для инвесторов. И с нами стали, во-первых, подписывать соглашения, вести переговоры. И перестали инвесторов считать Рязань какой-то не очень привлекательной площадкой для инвестиций. Традиционно на каждой пресс-конференции Любимова спрашивают о судьбе главной здравницы региона – санатории Сосновый Бор. И на этот раз вопрос наконец решен. Организацию удастся сохранить как санаторий. Собственники ООО «Сосновый Бор» санатория безвозмездно передали в собственность Рязанской области санаторий. Поэтому в ближайшее время мы начнем гасить долги по зарплате. И, посоветовавшись с общественностью, будем думать о том, как нам дальше развивать санаторий. Высказал губернатор и свое мнение относительно увеличения стоимости проезда в муниципальном и коммерческом транспорте. По словам главы региона, мера эта вынужденная и продиктована необходимостью буквально спасать муниципальные транспортные предприятия от банкротства. То, что городская дума такое решение приняла, это свидетельствует о том, что наконец-то они стали заниматься транспортом, как надо. Я скажу даже больше. Сейчас мы с коллегами из города вынуждены просто спасать эти два предприятия. Долги, которые накоплены на настоящее время обоими этими предприятиями, составляют почти полмиллиарда рублей. Журналисты обратили внимание губернатора на дороги, которые в текущих погодных условиях начали активно разрушаться. Тоже за этим смотрю. Они появились либо вновь там, где не было, либо там, где был проведен не капитально, а емочный ремонт. Надо их заделывать, естественно, не дожидаясь весны. Бывшее училище связи может стать рязанским аналогом Сколково. Николай Любимов рассказал, что в настоящее время решена одна из основных проблем. Объект был заложен всего за 300 миллионов рублей, когда его стоимость в разы дороже. По словам губернатора, регион успел вывести здание из-под удара. В следующем году в здании появится инновационный научно-технический центр. Это комплекс изданий, в том числе и со спортивной инфраструктурой, с инфраструктурой определенного отдыха дня, с инфраструктурой питания и так далее и тому подобное. Чтобы это был реально действующий, хороший, привлекательный такой комплекс для работы. В ходе общения с журналистами глава региона ответил более чем на 40 вопросов. Пресс-конференция стала последней в этом году. В феврале Николай Любимов пообещал подвести итоги за год работы в Рязанской области. Алена Куклева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». О развитии туризма в Рязани говорят давно и много. Подводя итоги года, множество идей, неравнодушных к судьбе региона людей, решили объединить. И теперь у нас существует Центр развития туризма Рязанской области. Как будет работать эта организация и чем поможет привлечь туристов, разобрались сегодня на деловом брифинге. По случаю открытия акционерного некоммерческого общества Центр развития туризма Рязанской области 18 декабря в отеле «Старый город» состоялся деловой брифинг «Рязань» Центр развития туризма. К участию в мероприятии приглашались представители предприятий туриндустрии, музейного сообщества, общественных организаций региона, эксперты сфер туризма, гостеприимства и маркетинга. Цель мероприятия – презентовать представителям бизнес-сообщества, туриндустрии и смежных отраслей региональный Центр развития туризма. Автономная некоммерческая организация Центра развития туризма Рязанской области начала свою работу и осенью. Сейчас мы вступили в активную фазу своей деятельности. Да, это у нас были какие-то организационные моменты. И сегодня мы проводим деловой брифинг. Называется «Рязань. Центр развития туризма». И каждый для себя, на мой взгляд, должен поставить либо точку, либо тире. В этом наборе слов мы все-таки претендуем на Центр развития туризма. На площадке делового брифинга эксперты отрасли поделились опытом создания востребованного турпродукта и маркетингового продвижения территории на рынке туруслуг. Мы привыкли почему-то, что очень часто туризм развивается как какая-то побочная отрасль, как нечто такое, что позволяет привлекать не очень значительное количество людей, для того, чтобы они просто приехали и посмотрели наши сложившиеся уже на протяжении десятилетий или столетий достопримечательности. Это, конечно, неверно и этого недостаточно. Туризм должен процветать как отдельная и очень значимая для экономики и социальной сферы отрасли. Среди приглашенных спикеров была Оксана Саргина, генеральный директор Центра развития туризма Республики Татарстан, Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга и директор по территориальному развитию проектов «Горный курорт Роза Хутор» и «Ярославское взморье». Надежда Макатрова, директор консалтинговой компании «Конкретика», эксперт в сфере маркетинга территорий и развития внутреннего туризма. А также Татьяна Соколова, эксперт по территориальному развитию и автор проекта «Экспедиции в Торжок» и Максим Годятский, директор по развитию проекта «Тревелкарт». Автономная некоммерческая организация Центра развития туризма Рязанской области создана в этом году с целью обеспечения благоприятных условий для реализации проектов в сфере туризма, эффективной реализации общественных инициатив, связанных с организацией туристской деятельности, привлечение бизнес-сообществ к реализации приоритетных региональных проектов развития индустрии туризма и гостеприимства. Центр по задумке должен объединить усилия всех представителей региональной туристской индустрии реализовать функцию профессионального консультанта и бизнес-инкубатора в туристской сфере. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В понедельник, 18 декабря, в Рязани области объявили желтый уровень погодной опасности. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра. По данным синоптиков, опасность в регионе представляют сильный ветер и снег с дождем. Также возможно налипание мокрого снега на провода, гололед и сильный ветер. Местами его порывы усилятся до 17 метров в секунду. В связи с этим, жителям области следует соблюдать меры предосторожности по возможности сократить время пребывания на улице и быть внимательными на дорогах, как водителям, так и пешеходам. Во вторник осадки сохранятся, температура опустится до 0 градусов, а уже со среды синоптики обещают настоящую зимнюю погоду с небольшим минусом и снегом. 7 мая 2017 года в Радиотехническом университете произошло поистине уникальное событие. Была вскрыта капсула времени, замурованная в стене вуза 50 лет назад. В письме потомкам описали историю университета и быт студентов. Традицию с капсулой времени было решено продолжить. 15 декабря 2017 года было отправлено письмо в будущее. Продолжит Валерий Седов. Уважаемые гости, приветствую вас на борту машины времени. У всех сейчас уникальная возможность присутствовать при событии, которые происходят раз в 50 лет. 15 декабря центральный вход Радиотехнического университета был перекрыт. В холле собрались десятки студентов, и все они стояли, затаив дыхание. В этот день каждый из них, по сути, отправлял частичку настоящего в неизведанное будущее. Конвертом для сообщения стал металлический контейнер. Называется он капсула времени. Именно в эту капсулу времени положат письма всех студентов Радиотехнического университета. Ее замуруют в этой самой стене. Вскроют ее только в мае 2067 года. До этих пор каждый входящий в эти сцены студент будет видеть частичку послания, вложенного в будущее. На мероприятии присутствовали именитые гости. Это Нина Белышева. Она 50 лет назад, в 1967 году, участвовала в создании первой капсулы времени. И теперь женщина встает лицом к лицу с теми, кому было адресовано ее письмо. В своем обращении к сегодняшним учащимся Нина Белышева рассказала о традициях Радиотехнического университета и о том, как была организована студенческая жизнь. Другие гости поучаствовали в создании современного письма в будущее. Например, председатель Совета ветеранов вложил капсулу диск с именами рязанцев, участников Великой Отечественной войны. Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что совсем не удивлена тому, что такое мероприятие проходит именно в стенах Радиотехнического университета. Мне хотелось бы сказать, что Рязанский радиотехнический университет всегда в нашей области воспринимался и воспринимается как символ будущего. Потому что именно здесь решаются современные технические задачи. Технические задачи, которые направлены на развитие региона. На развитие человеческого потенциала, потенциала научного. И это все определяет будущее страны. Очень важно, чтобы наши потомки поняли то, что мы им хотели сказать. Подготовка письма для потомков заняла много времени. К этому мог приложить руку любой желающий. В социальных сетях студенты и выпускники Радиотехнического университета оставляли свои пожелания и предложения по наполнению капсулу времени. Самые лучшие собрали воедино и получили три листа текста. Дело осталось за малым. Редактура письма. Как признались активисты, было тяжело, но интересно. Конечным результатом они остались довольны. А чтобы узнать текст письма, активисты Радиотехнического университета посоветовали всем присутствующим заниматься спортом и вести активный образ жизни. Тогда они точно смогут прийти сюда через 50 лет. Предсказать, что будет, не то, что через 50, а через 10 лет, видимо, невозможно. Но мы все оптимисты, мы все надеемся на лучшее. Поэтому я всех присутствующих приглашаю через 50 лет на вскрытие этой капсулы. Сам не обещаю, не знаю, как получится. Я думаю, что нам будет рада. Наступил самый волнующий момент. В капсулу времени сложили все необходимое. Письма пока что не существующим будущим студентам в рукописном и электронном виде. Фотографии университета и города, современную газету «Радист» и еще несколько дисков с информацией о настоящем. На металлическом коробе крепко-накрепко закрепили гайки, покрыли его монтажным клеем и цементным раствором. Сейчас активисты поздравляют друг друга, пока остальные студенты вовсю фотографируются около таблички. Они проделали большую работу. Теперь капсула времени, оставаясь замурованной в стене, пройдет огромный 50-летний путь и попадет в руки будущим поколениям. А как на это письмо отреагируют они, мы вам расскажем уже очень скоро. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Несмотря на слишком теплую для декабря погоду и дождь за окном, в Театре кукол уже происходят чудеса. В минувшие выходные стартовала традиционная новогодняя программа для самых маленьких рязанцев с очень необычным названием. Хэштег «Елки-лайки». Театр кукол отличается тем, что ежегодно готовят к Новому году совершенно новую историю для маленьких посетителей. За долгое время сценарии не повторялись ни разу. Конечно, традиционная борьба добра и зла, где неизменно побеждает добро и творятся чудеса, является основой. Но между тем фантазия творческой группы кукольного театра неиссякаема. На этот раз идея спектакля очень необычна. Это стиль нашего театра. Мы всегда дарим зрителю новую работу, новый проект. Ну, работа началась еще летом, на уровне идей, конечно же. Осенью все писалось. Потом был месяц репетиционного такого периода. Сейчас вот сдаемся. Огромная елка в фойе, разноцветные лампочки и блестки. Дети в карнавальных костюмах. Верная примета, что пришла пора елок. По традиции начинается праздник с приглашения главного новогоднего волшебника Деда Мороза. И неотъемлемого персонажа всех русских сказок – Баба Яги, которая в спектакле хэштег «Елки-лайки» выступила в новом амплуа. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Мне очень много весело. Очень радостно мне. А расскажите, вы в команде за Бабу Ягу или за Снегурочку? За Снегурочку! Я за Бабу Ягу. Почему? Потому что мне нравится Баба Яга. Она оказалась не злая, а добрая. Итак, Баба Яга, которая раньше была злой и вредной, окончательно исправилась и похитила Снегурочку только с одной целью – устроить настоящий Новый год в стране не лукоморье, где обитают злодеи, решившие перейти на сторону добра. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Во вполне мирный план Бабы Яги вмешался маленький вредный злытька, выпивший чан зла, скопившегося в сказочных злодеях за многие века. Но символ наступающего Нового года – лайка вместе с Дедом Морозом, конечно, спасут Снегурочку при поддержке маленьких зрителей. Масок! Есть костюмы, костюмы! Все, кто любит много шума! Лайки, как известно всем нам, это такой знак симпатии в социальных сетях. Но кроме того, лайки – это еще и порода собак. А собака, как известно, символ наступающего года. И у нас в нашей постановке, в нашем спектакле, наша классика существует. И Дед Мороз, и Снегурочка, и Баба Яга, и Бармалей, и Кикимора, и злой персонаж. И мы спасаем Снегурочку, и мы спасаем с помощью наших зрителей. То есть сказка новогодняя классическая, она существует. Вот с таким, но прикрытым, таким вот современным названием. С интерактивной елки, присутствующей по традиции, перемещаются в зрительный зал. Актеры же, попав на сцену, передают эстафету куклам. Такое переплетение актеров-людей и актеров-кукол, приправленное проекционными декорациями, из года в год оставляет пальму первенства за новогодними елками театра кукол. И хотя спектакль рассчитан в основном на малышей, среди зрителей есть и повзрослевшие любители кукольного искусства. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В вузы страны пришла самая страшная пора для студентов – сессия. А для учащихся это настоящее испытание – нервы и страх. Но Политехнический институт решил поднять настроение студентам и зарядить их положительной энергией. По улице Почтовой ни пройти, ни проехать. Здесь собралось более сотни молодых людей, а по тротуарам колесят необычные веломобили. Они завлекают людей на предстоящие мероприятия. Только пришедшие удивляются. Неужели вновь начались встречи на Почтовой? Да с таким размахом. Нет, это Политехнический институт в преддверии сессии решил организовать флешмоб, цель которого очень проста – поднять собравшимся настроение и зарядить их оптимизмом. Студенты Политехнического института от сессии до сессии живут молодцы. Потому что это хороший посыпь, это хорошее начало. Поэтому я надеюсь, что сегодня здесь присоединятся к вам и студенты, и школьники, других вузов, СУЗов, активная молодежь, да и вообще жители Рязанской области. Потому что это такой праздник, который праздник для всех. И наша кухня традиционная, и наши песни, пляски, они дают заряд бодрости, позитива, хорошего настроения. Поэтому всех поздравляю, удачи и хорошего настроения. Обещанных песен и танцев было много. Выступающие словно не чувствовали холода и заражали своей энергией зрителей. Да так, что те сами пускались в пляс. Были и интерактивные конкурсы, в которых мог поучаствовать любой желающий. Например, на этой площадке студентки поедали совсем не яблоки, а грызли гранит науки. А здесь участники играли в крокодильчика, пытаясь жестами объяснить математические уравнения или химические формулы. Заскучать на мероприятии никому не дали. Нам очень нравится, очень весело, веселые конкурсы. В некоторых мы уже поучаствовали. Но так, в принципе, очень хорошо. Все хорошо, все отлично. Мероприятие крутое. Остроение бодрое. Во флешмобе поучаствовали и баянисты, которые исполнили старые добрые песни. А когда инструмент взял в руки один из преподавателей, то у ребят сразу же появился новый хит. Подобный флешмоб Политехнический институт проводит впервые. Цель не только развлекательная. Первую сессию первокурсники будут помнить долго. Поэтому руководство Политехнического института ставит своей целью исключить волнение и направить студентов в правильное русло. Для того, чтобы стать хорошим инженером, уже сейчас недостаточно хорошо учиться, недостаточно осваивать какие-то практические навыки и теории. Для этого нужно создавать непосредственно в самом ВУЗе инновационную среду для развития. Я думаю, что вот то, что делает Игорь Александрович в техническом институте, я думаю, то, что мы сейчас с вами здесь видим, то мероприятие, на котором мы присутствуем, это все прием, и это позволит вам в дальнейшем развивать свой профессиональный уровень, быть людьми неординарными, быть изобретателями в своей деятельности и поддерживать традиции лучших рязанских изобретателей. Флешмоб вряд ли станет единственным. Судя по лицам студентов, такое мероприятие пришлось им по душе. Я думаю, было бы лучше, если бы таких мероприятий на самом деле было побольше, потому что это, во-первых, помогает сплотиться всем нам, вместе с преподавателями, студентами, с начальством как таковым, и помогает, правда, расслабиться и легче себя чувствовать во время зимней сессии. Остается только позавидовать энергии собравшихся. С таким зарядом позитива никакая сессия не страшна. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова